Всем привет, ребят! С вами Алексей24 и мы продолжаем проходить игру про Ларри Лаффера в Дримс Драйд Ваймс. Ну что, усаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра! Я попробовал использовать хоть на чем-то ведро и у меня получалось только почему-то на какой-то аппарат подставить ведро. Я как понимаю, странный аппарат, значок радиации. Надо опять в компьютере найти что-нибудь интересное. Итак, посмотрим, что это за штука. Давай посмотрим. Может быть опять придется как-то его запустить. Итак, это не дневник и это, наверное, не датчики. Давайте попробуем оружие. О, радиоактивные излучатели! Энергия должна хватить. В смысле, я его сделал радиоактивным, что ли? Так получается. Ну-ка, уходим. Типа ничего не взорвется, ничего не произойдет. Ладно, я забираю ведро. Наверное, стоит быть осторожным, чтобы не пролить ничего на пальцы, а они мне еще нужны. Ну так не проливай, Ларри, и все будет нормально. Я пока в тупике, не знаю, что делать. В принципе, радиоактивная жидкость есть. Понятно. У меня получилось сделать металлическую трубку и пробирку. Соединить воедино. Это вставляется сюда. Понятно. Теперь металлическая трубка с незакрепленной пробиркой. Она нам, наверное, нужна лавы набрать. Я бы мог быть таким образом придать стеклу форму, но оно плохо соединено с трубкой. Стоять. А мне что, надо изоленту, что ли? Так. Теперь пробирка закреплена на месте. Так, все, берем и пробуем. А теперь разогреем эту штуку. Ну так, давай. Стекло изогнулось от жара. А, я думал, нам лавы набрать надо. То есть, у нас теперь есть бутылка. Так, ладно. Я предлагаю залезть в наше приложение и попробовать поставить предметы, короче, на их, на свои места. Итак, нам, как я понимаю, нужна вот эта мензурка. Стеклянная бутылка. Далее, похоже на пружину, но я хочу попробовать медные провода. А, теперь мне нужен... Тут, наверное, кабель. Медный провод. А это что? Тоже, что ли, медный провод получается? Теперь источник энергии ведро с радиоактивной жидкостью получается. Нет. Вот сюда, наверное, надо кабель все-таки. Здесь должно быть что-то вроде батарейки. Сюда остатки изоленты. И вот сюда мы, наверное, радиоактивную жидкость. Потому что все-таки похоже на радиоактивную фигню. Нажимаем гол и строим какой-то двигатель. Ну что, предлагаю... О, ядерный двигатель. Применить на вертолете. Лучше оставить как есть. В смысле, а могут сюда его сейчас засунем. Так это поместим сюда. Вертолет, да еще на ядерном двигателе. Похоже, не работает. И боюсь, что я смогу починить его самостоятельно. А, стоп. Тут же есть этот. Давай, забираем его. В смысле, я закрыл, что ли? Ээээ, я забрал... А, я забрал. И здесь же этот, ученый. Может быть, он мне поможет что-либо сделать. Давайте у него спросим. Здравствуйте. Это доктор Нано. Кто-то пробрался в мою тайную базу. Так. Разве ты не сбежал? Это был просто рифляц. А ты кто такой? Хе-хе. Посылка от почтовой службы Булофельд. Поставь ее на пол и уходи. Давай поговорим о Боге. Зачем? Я и так разговариваю сам с собой. Ладно. Пока диалога нету. Нет. Пока диалога с Ноно нету, я предлагаю еще раз залезть в компьютер. Может быть, какие-то ответы по ядерному двигателю будут там. Датчики навряд ли. А вот что за дневник? Мед просто интересно. Итак, запись первая. Никто не откликает с объявления о вакансии. Гениальный ученый ищет усерединенного ассистента. Одни лентяи вокруг. Вторая запись. И наконец-то появился заискатель и сказал, что его зовут Биджей. То еще трепло, и я его прогнал. Ты на себе. Не проще было бы собрать робот-ассистента. Нужно составить план. Ну хорошо, дальше. А новая коридорная гостиница та еще заноза задница. Я использовал на нем манипулятор мозговых волн. А, так вот почему он такой придурок. А подумалось сегодня в душе, что если генетически модифицируют вирус гриппа и парализовать таким... парализовать таким... образом весь мир. Все, мое. Коронавирусом. От нового стажера Владимир нет никакого толку. В КГБ сейчас оберут кого попало, а сброшь-ка его в вулкан. Охренеть. А система управления водопадом кажется мне неудобной. Я заменил ее датчики, срабатывающие... срабатывающие... по хлопку. А, ну прикольно, кстати. Заменил воду в сливном бачке на лаву ради экономии воды, но обжег... обжег чё? Он обжег задницу, вернусь как было. Прикольно. Так, у него, значит, был стажер, которого он выбросил в лаву. Ну давайте попробуем еще раз с этим доктором поговорим. А, так, ваш стажер Владимир. Что? Я же сбросил тебя вулкан. Вы промахнулись? Ладно, дам тебе еще один шанс. Но в этот раз не будь топицей. Конечно, не буду. Так, у вас здесь очень уютная тайная база. Не могли бы вы собрать для меня... Не могли бы вы собрать для меня ядерный реактор? Ну, всего-то пару пустяков. Почему ты не соберешь его сам? У меня не очень хорошо получается. Сразу видно, что ты всего лишь стажер, а не гений, как я. Поэтому я и прошу вас помощи. Ладно, почему бы и нет. Отправь его наверх на лифте. Так, не понял. То есть, мне реально надо положить двигатель на лифт, а он мне обратно ты его отдаст? Так, допустим. Давай, нажимаем кнопку. Двигатель уехал. Я отправил наверх тот сломанный двигатель. Вы же сделаете из него ядерный реактор? Он у меня. Посмотрим, что у нас тут. Чихо-то рук дело. Это не по стандарту. Так, этого же здесь не должно быть. Кто так обращался с В3? Я такого не устанавливал. Какой неумех осоединял эти провода. Что здесь делает этот болт? Вот. Сделано. Готово. Спускаю ядерный реактор. Ядерный реактор вниз. Спасибо. А для чего он тебе вообще нужен? О, мой пайфон работает на ядерной энергии. Твой что? Мой суперсовременный шпионский прибор. А с моим ядерным реактором он будет служить тебе безупречно. Офигеть. То есть, собрать ядерный реактор? Так, короче, пару пустяков. Зашибись. Давай, Ларри, принимай его обратно. Ага, что-то движется. А вот он и двигатель. Мой первый ядерный двигатель. Правда, собранный не моими руками. Сначала Ларри что-то там намудрил. А доктор Но Но ему доделал. Давай поставим вертолет. И надо уже сваливать, наверное, отсюда. Ставим-ка. Ага, теперь у вертолетов-то есть источник питания. И что? Можно улетать, что ли, получается? Ядерный двигатель работает, но я не могу взлететь, пока внизу пушует водопад. А, и как же я водопад-то... Хлоп-хлоп. А, точно, он же поставил эти хлопки. Полезные штуки из датчиков, короче, этих. Можно взлетать. Похоже, мы готовы к взлету. Ты что, умеешь справлять вертолетом КГБ? А чем он отличается от вертолетов ФБР? Ты летал на вертолете ФБР? Была такая игра, где надо было расстреливать инопланетян с вертолета. Вертолета ФБР? А кто еще защитит нас от инопланетян? Значит, мне придется взять все на себя. А ты можешь? Я буду говорить, что делать. Нужно только сначала кое-что подготовить. Уверена, что хорошая мысль. В смысле, но у тебя в последнее время какие-то неполадки. Со мной все в порядке! Все в полном порядке! О, извини. Да ничего. Умеешь управлять этой штукой? Еще нет. А мне нужна программа пилотирования вертолета КГБ. Я знаю кунг-фу. Что? Прости, не тот файл. Секундочку. Идем. Обожаю свой умный телефон. Кто-то застрял у меня между сиденьями. Журнал «Медведица»? Не открывай его, ради бога, Ларри. Ой, что случилось? Я и забыл, что раньше женщины так выглядели. Посмотри сюда. На вид тепло и уютно. Но дело было во время холодной войны. Знаешь, для чего нам пригодится этот журнал? Я догадываюсь, но не смею произнести слух. Он поможет мне сократить время. А я даже не могу отключиться, потому что тогда мы разобьемся. Как думаешь, это считается за секс на борту? Конечно, Ларри. Смотри, джойстик! Я не смотрю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Мы слишком много раскачиваемся, Ларри. Я пытаюсь контролировать все одновременно. Попробуй выполнить еще задачу один раз. Тогда я не смогу держаться за другой штурвал. опа а мы играем получается то есть нажимаем на мышку и чтобы не упасть короче опа блин давайте попробуем еще раз короче вот у меня вертолет летит чтобы фапа щелкни мышкой так раз два три наконец-то мы повстречались мисс блестящие не мэй спасибо итак фейт где же алгоритм говори мистер в этот алгоритм никогда не попадет твои руки он уничтожен и лжу ваш россия свою пособницу она сама его уничтожила что а мне кажется что нам что-то приближается алгоритм уничтожен лавы на клауа мне жаль лари но я не забуду твою жертву это правда и не мэй а понятия имея о чем она говорит мне было приказано заставить фейт сюда я сбросил этого лари вулкан но ума не приложу когда он мог заполучить алгоритм а в таком случае мы будем держать тебя здесь пока ты его не восстановишь что летит прямо в нас что происходит это лари сам это желали это же вертолет кгб что я знала что ты сведешь меня в могилу супер агент лари быть я иду опять поза кверху жопой я пришел тебя спасти лари глазам своим не зверю о мой бог убил лини мэй или блин прикольно может получится ее воскресить она раздавлена нет больше такого агента это экс и аниме и требуется перезагрузка чоп-чоп не сейчас пой не вынимай пайфон из кармона лари минуточку с этим пайфоном что-то не так афид говорил что алгоритм попал пропал вулкане наверное это ошибка системного обновления самом деле думаешь алгоритм не причем лари алгоритм действительно побывал вулкане поэтому что он на этом пайфоне отдай его мне эй руки прочь прочь алгоритм стал частью прошивки этой пай у нас есть последняя деталь для нашего нового продукта так где был этот адаптер а вот запущена передача данных прекрати ты не знаешь что делаешь да этот собственно говоря он загружает самоуничтожающий алгоритм в этого робота лишь бы ничего не случилось с моей пай лари твоя пай это чудо алгоритм слился с ней но не повредил твоя пай могла бы стать всемогущей сойти с ума этим заканчивается мы испытания поэтому я так и не обнародовал этот алгоритм не знаю почему это мне произошло на этот раз но с ней же все будет хорошо да нет лари алгоритм будет вырвано и сольется с этим по и ботам подарит ему самоучащий искусственный интеллект именно такое создание которое я пыталась предотвратить твоя пай перестанет существовать что этого нельзя допустить тихо что что со мной происходит я больше нет лари но что хуже они похитили самообучающийся и скин а последовательные загрузки в завершенности система готова к работе на реках у за шуткин работает ну если он действительно способен к самому обучению этот пай год будет вести себя более естественно при взаимодействии она вырастет и изменится здравствуйте привет нари так не пойдет она должна быть сексуальной она станет со временем я создал этого робота и для того чтобы его учить нужно ускорить процесс он не понимает что нам теперь делать схватить его я попытаюсь стоять нари отведи их подземелья нари пофиг нари да сейчас а я думал ей пофиг нари ну даже с тобой был секс ну как секс там была пробка больше никакие глупости у меня в этом здании камеры на каждом углу от меня ничто не укроется а ты нари закончила стройку пойбота она должна быть способна выполнять самые экстравагантные желания лишь бы мы сможем избавиться от стресса ладно походу этому мужику никто не дает видимо мне придется найти новую убийцу ниндзя и вызвать уборщика я мужику реально не дают поэтому такую вещь и сотворил нари как ты можешь работать на них этот тип настоящий психопат у меня нет другого выхода он все видит ай если он будет достаточно бдителен этим может воспользоваться сопротивлением вам отсюда не сбежать особенно пока он все видит я никогда тебя не прощу нари делайте что вам сказано и вам не причинят вреда а вот она камера лари что нам нужно выбраться отсюда нари сразу нас поймает нет она на нашей стороне она заодно с ними нет она просто не могла нам об это прямо сказать нари злая лари она нам помогает она не злая она отключила камеру наблюдения ладно раз ты так говоришь нам нужно как-то выбраться из этих клеток а у лари есть ключ наверное потерял некоторые вещи когда упал вертолет ребят а вот это не тот самый ключ и другой вот у просто вот у логика а мы обычно наверное пророчествовали что то есть ключ который дал не идеально подошел опачки вот черт он сломался как выбрался у меня есть ключ ладно мне все равно где ты его взял просто вытащи меня отсюда ладно сейчас мы и вытащим погоди фейты могу открыть и твою клетку вот и все лишь просто рассыпался мы свободны еще не совсем а под зданием скрип расположена сложная подземная фигня я с ней даже не представляю вообще где мы нам нужно выбраться отсюда и найти нари может она оставила нам какую-нибудь подсказку так ну что я начинаю взаимодействовать с предметами и так камера не могу дотянуться дверь записка записка я как понимаем ее надо наверное посмотреть итак что это за записка посмотрим блин какие-то непонятные символы сортир музыка не ходить сердечко какая-то фигня вверх нельзя так 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 это карта что ли какая-то но в принципе можно выйти в дверь заперта наконец-то мы остались наедине чего я и ждала все это время отлично да я пошутила тонкий юмор как ты только могла делать вид что потеряла память не принимай на свой счет лари я всю жизнь посвятила слип и постоянно тыкалась на препятствие из-за того что я женщина в пламени племени и доедок и смогла отдохнуть от всего этого только по этой причине мне пришлось на ней от биджей выдавать его за директора знаешь чем это кончилось мужчинам тоже тяжело приходится хочешь сказать на твоем жизненном пути стояло много преград еще бы ты себе даже не представляешь какие странные вещи мне приходилось переделывать ты не пытался управлять технологической корпорации но я бы мог если бы захотел о чем речь такие люди как ты биджей просто нарасхват в этой профессии все дело в талантах и способностях у биджей один талант к саморекламе и даже это умудрился просрать когда это все закончится может быть мы вас главу слить а вот это действительно страшная мысль ну уж тогда попытаюсь уклониться от ответственности да конечно стоило один раз сделать что-то для себя вместо самопожертвования во всех благах остальных но одно я должна признать лари да ты про меня не забыл ты не оставил надежду найти меня тебя не остановило даже племя людоедок ты сделал все чтобы спасти меня это значит что у нас есть шанс лари я думаю мы сможем стать друзьями с привилегиями попробуй понять что не каждый женщин с которой бы был любезен немедленно захочет прыгнуть в кровать там примерно такой был диалог ладно понятно но ведь это взаимовыгодное развитие событий да дело не в этом мы же не автоматы и это все усложняет в общем я просто хотел сказать я признательно за все что ты сделал и совсем не такой каким показался первый взгляд и я этого не забуду именно на этом моменте у нас серия ребята подошла к концу мы увидимся с вами уже в следующей серии не переключайтесь всем пока в следующей серии